Ребята, всем привет! Я приехал в техцентр Богородский. Сейчас тут такое маленькое ТО сделаем. Сейчас поменяем свечи. Масло в двигателе, фильтр, соответственно, масляный, тормозную жидкость. Друзья, вот такие свечи здесь были. Х-17. Все уже тоже такие. В масле. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сейчас прокачиваем кармоза. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Такой вот фарков был. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Друзья, а еще обнаружили, что подтекает прокладка клапанной крышки на моторе, поэтому решили это сразу поднимать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Видишь прокладку в каком состоянии у тебя? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Вот сейчас мы поменяли прокладку клапанной крышки, поменяли масло в двигателе, поменяли тормозную жидкость, прокачали тормоза. Сейчас с электриком будем разбираться с массой. Потому что видите, как нафигачено все. Это непонятно кто. Это, наверное, еще предыдущий хозяин делал. Все как-то через одно место. Там дальше. То, что я хотел по электрической части, да, я вам говорил. Кнопки перепутаны, часы не работают, магнитола через одно место. Так, ну еще один неутешительный итог. Надо менять помпу. Эта штука, ну, не знаю, она мне не нравится. Я сейчас ее отлеплю. Это для телефона. Так. Ну и вот такую петрушку я тоже не люблю. Решил снять нафиг эти кубики. Машина должна быть в максимально стоковом состоянии. То есть вот это сейчас тоже пойдет все в мусор. Георгиевскую ленточку. Боюсь, что тоже придется выкинуть. Так, там антенна электронная. Что-то здесь. Какой-то диск. Эмигма. Что-то еще тут есть. Ну, вроде больше ничего нет. Какая-то щетка сломанная. Сегодня новый день. Когда я разбираюсь с этой семеркой. ВАЗ-21074. Но я обещал ее подробнее показать. Сейчас устраняю всякие мелкие недочеты. Вот, смотрите. Купил стекло. 1700. 1600 там с копейками оно получилось. Стекло поменяю. Но, наверное, завтра может быть. Коврик пока тут снял. Потому что я, честно говоря, не могу к такому коврику никак привыкнуть. У меня нога просто не попадает. И вообще у меня такой... Сейчас новогодние праздники. В новогодние праздники я разбираюсь со всем этим. Но я, к сожалению, заболел. Еще у меня было приключение с ребром получилось, возникло. Поэтому мне Новый год, конечно, такой получился. Очень тяжелый. И совсем не новогодний. Ну, ладно. Вот, хотел вчера поставить магнитофон Prology. Который остался от предыдущего хозяина. Он вроде сказал, что потом его поставишь. Там все нормально, как бы. Ну, на деле магнитофон оказался разбитым в хлам. Поэтому он отправляется туда же, куда отправляются вот эти вот все кубики. Масляный фильтр, щетки поломанные. Он отправляется в мусорку. Я его сейчас выкину. Вообще, я уже много раз говорил, что я люблю стоковые автомобили. То есть машины, которые, ну, в своем таком максимально заводском состоянии. Да, я не люблю всякий тюнинг, все прочее. Кстати, обещал еще раз показать вот эту трещину на лобовом стекле. Она, видимо, уже подсверливалась. Да, ремонтировалось это стекло. Но с этой стороны, кстати, хорошо эту трещину видно. Не видно ее практически с этой стороны. Сейчас машина, как бы, грязная, да? Ну, нет, отсюда тоже видно, но вроде не так сильно. В любом случае, я как бы с этим моментом хочу разобраться. Еще о чем я хотел сказать. Вот здесь треснутая фара. Я только не пойму, это защита такая, защитное стеклышко, или это реальное стекло фары. Ну, сейчас откручу, посмотрю. Вчера сняли мы фаркоп, наконец-то. Это тоже очень-очень важно. Глушитель вроде нормальный. Ну, вот такая конструкция здесь бампера. Посмотрите, бампер. Получилось так, что, ну, немного по геометрической своей форме не совсем совпадает с тем, что... Ну, у этой машины не было ДТП, на самом деле. Вот только такая маленькая штучка, когда, там, человек въезжал в гараж, да? Чуть-чуть задел в гараже вот этой правой стороной. Ну, это вся фигня. Пороги, на самом деле, очень-очень хорошие. Я уже их показывал. Вот. Они нигде не огневые. Они, какие были родные, такие и есть. Ну, и, наверное, еще, если говорить об этой машине, то вот здесь, справа, тоже, мне кажется, крыло такое чуть-чуть где-то, ну, может быть, подмялось. Но это не глобально. Я, наверное, даже это исправлять и не буду. Хотя, посмотрим. Еще из того, что мне не очень нравится, это то, как она тормозит. Слишком сильно ее влево ведет при торможении, причем на любой скорости. Вот этот момент надо исправить. Также, что мне не очень нравится, слишком шумит помпа. Я думаю, что, наверное, ее надо поменять. И иногда просвистывает ремень, ну, приводной ремень генератора. То есть, это, как бы, мы тоже, я думаю, сделаем. Вот. Ну, и сцепление. Сцепление, как выяснилось, тоже надо менять. Потому что он схватывает в самом конце. Ну, не знаю, буду я менять корзину, там, в этот жирной подшипник. Не знаю, честно говоря, еще. Может быть, и пока так покатаюсь, чтобы слишком много денег, кстати, в эту машину тоже не вкладывать. Ну, мне просто хочется покататься на семерке. Я уже говорил, что у меня в семье, когда я был маленький, была такая же машина. У нас, правда, была 97-го года выпуска машина. И цвет синяя полночь. Здесь цвет называется фиолетовый. Видите, какая тут разбитая фара. Ну, не фара, это все-таки стеклышко только, я думаю. Сейчас понять бы еще, он только с этой стороны. Тут есть болт или есть еще какой-то. Снизу есть или нет? Снизу тоже вроде как есть. Думал, что это какая-то защита. Знаете, как ставили раньше, там бывало какие-то накладки на стекла, что-то такое. Нет, это действительно стекло фары треснуло. Надо его купить, короче. Стоит оно недорого, я думаю. Рублей, может, там 100-200, где-то так. Но это надо сделать. Не хочу, чтобы машина ездила с треснутым стеклом. Это неправильно. Так. Все, проклеено. Все, сломалось нафиг. Сейчас вот эти штуки отклею, как-нибудь ножом или чем-нибудь еще. Сейчас посмотрел, чем это можно отклеить, оторвать. Таких фендеров. КОНЕЦ Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ну вот, я катаюсь на «семерке». Машина теперь уже на полном боевом ходу. Передачи переключаются очень четко. Она едет хорошо, даже по такому легкому бездорожью. Хотя это задний привод, это не полноприводная машина. Но, тем не менее, все большие вещи, которые с ней нужно было сделать, для того, чтобы она ездила, все это мы сделали. И, в принципе, машина готова к дальнейшей эксплуатации. Вот сейчас есть намойка, ее вымыл. Чистенькая она стала. Я вам покажу, как она ездится. Вот такая она, отмытая. В целом, в хорошем состоянии. Поменял я фару. Но пока скотч не отрываю, чтобы тут герметик, чтобы фара не выпала. Потому что герметик такой долго сохнущий. Вот, поменяли лобовое стекло, поскольку здесь была огромная трещина. И я, честно говоря, не хочу, чтобы машина была в таком виде. Собственно, я ее вымыл сегодня. Это тоже очень такое важное дело. Ну, понятно, что по-хорошему надо, наверное, еще отмывать. Но я уж так, хотя бы большую соль, большую грязь я смыл. Очень хотелось поменять сцепление, потому что оно такое достаточно жесткое. И схватывает самый последний момент. Ну, к сожалению, пока так, ничего не поделать. Не знаю, буду его менять, честно говоря, или нет. Надо поменять помпу. Во-первых, помпа уже зашумела. Во-вторых, периодически температура охлаждающей жидкости поднимается. Но антифриз я не менял. Что я менял? Масло в двигателе, тормозную жидкость, свечи, лобовое стекло, как я уже сказал. Вот эти кнопки. По электрической части там был колхоз. Вы, наверное, видели уже. Соответственно, это я, конечно же, тоже массу. Там вот это включение массы какой-то стрёмное. Это я всё убрал. Кстати говоря, когда я поехал ставить её на учёт в ГАИ, я немножко подкипел. Прямо там на осмотр, когда подъехал. Но надо менять антифриз, надо менять помпу и ремень ГРМ. Это вот, ну, не ГРМ, приводной ремень, он так правильно называется. Это вот то, что нужно сделать обязательно. А так, в целом, она переключается очень хорошо. То есть, как бы, да, ну, хорошо она переключается. Но вопрос только в том, что здесь сцепление. Ну, и сцепление, по идее, там и корзину, и выжимной подшипник. Это то, что нужно поменять. Машина с пробегом 42 549 километров. В целом, очень и очень неплохой экземпляр. По кузову, по крайней мере. Ну, конечно, не состояние нового авто, но тем не менее. Продолжение следует... Продолжение следует... Субтитры сделал DimaTorzok. Вот, как Cruz. Продолжение следует...